В совещании с правительством Владимир Путин опять проводит дистанционно и призывает всех граждан страны, следуя собственному примеру, быть максимально осторожными и оберегать себя и окружающих. В документах на президентском столе последние данные по коронавирусу и вывод однозначен. Темп распространения заболеваемости в России снова растут. Уже в 11 регионах среднесуточный показатель больше 1%. С точки зрения эпидемиологии цифра довольно опасная. Конечно, маски, социальные дистанции, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело. Я их прекрасно понимаю. И, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся, столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания и ковид, не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы это с вами знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекции идет по всей стране. Чаще заражаться COVID-19 по сравнению с летом стали дети, более чем на 18%. При этом, по словам Голиковой, большинство случаев от 55 до 95% зависит от региона, бессимптомные. Число заболевших старше 65 лет тоже увеличилось, почти на 22%. Конечно же, в борьбе с коронавирусом главное оружие – вакцина. В России впервые в мире был зарегистрирован необходимый препарат, который сейчас проходит третью фазу испытаний. Тестовые партии вакцины уже поступили во все 85 субъектов. Сегодня идет пострегистрационная фаза наблюдений. В клиниках Москвы привито более 5,5 тысяч человек в рамках пострегистрационных наблюдений. Как отметил министр разрывохранения Михаил Мурашко, все идет штатно.